лекция 28 про ответы конечно же я не знаю всех ответов никто не знает да это и не нужно ответы не важнее вопросов поверьте чем больше я об этом думаю это как с проблемой если ее раскладывать на меньше составляющие то легче преодолевать а вот с решением как раз таки наоборот чем больше задача обрастает информации вариантами событиями людьми мыслями и так далее тем изящнее она получается решение лучше и качественно это о чем я собственно конечно же об отношениях между людьми много слов об этом уже сказано но на мой взгляд в любых отношениях для секса для дружбы для партнерства для семьи для доминирования или подчинения для любых важно искренность искренность вернее уровень искренности насколько вы в состоянии быть искренним своих поступках мыслях и реакциях на происходящее ну разумеется очень важно в другом человеке с кем вы хотите построить отношения это искренность а при чем тут проблемы и решения ну если человек не искренен с вами или даже с собой то ему ей приходится играть какую-то роль притворяться кем-то то есть создавать кучу дополнительной информацией о себе о своих мотивах и даже своих желаниях и как следствие вам очень трудно в этом разобраться кто-то воспринимает это за оригинальность и восхищается даже влюбляется через пару недель месяцев лет это проходит и становится скучно с этим человеком поскольку вы все-таки узнаете его ее настоящее нутро или же он она просто устает притворяться это как с враньем чем больше врешь тем сложнее поддерживать всю историю вранья держать ее в голове так и с искренностью если вы в состоянии искренне искренне реагировать на человека то это будет воспринято правильно без искажений конечно если человек хочет получать настоящую информацию а не хочет быть обманутым таких идиотов тоже хватает итак вопросам ответом их не нужно знать когда есть искренность и естественное понимание чувствования наш мозг уже обладает всеми необходимыми инструментами чтобы сделать нас счастливыми не нужно его напрягать придуманными вопросами и выдуманными ответами это шум кто-то говорил что человека легко узнать потому как он ведет себя в трезвом состоянии ну и сравнить с тем как он в подпитии если отличие маленькие то достаточно искренне человек но если большие кто-то актер собственного театра хотя совковое воспитание требовало от нас быть работе одним дома другим а с коллегами по партии настоящим поэтому искренность потерялась я не говорю что в развитых странах все сплошь искренне тут тоже хватает клоунов но искренние люди есть их намного больше чем там и это тут нормально жаль конечно но родители не выбирают а вот изменить себя вполне по силам каждому ну почти каждому некоторые просто не могут быть искренне им кажется что так думать плохо нужно думать правильно ну конечно но Продолжение следует...